Доброго времени суток дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. В этом видео мы познакомимся с рыбкой из семейства цихлит, цихлозомой бриллиантовой или как ее еще называют цихлозома жемчужная. Это привлекательное чудо обитает в озерах и реках Центральной Южной Америки, а также в южной части Северной Америки. Имеет две формы, стандарт и баллон. Или другими словами, тело у этих рыб бывает вытянуто в длину и достигает 15 см, или округлое, что добавляет больше пикантности. От других цихлит ее отличает разбросанные по всему телу и плавникам мелкие пятнышки зеленого и светло-голубого цвета. Аквариум для содержания цихлозомы бриллиантовой в домашних условиях нужен объемом минимум на 100 литров воды. Впрочем, как и для многих других представителей этого семейства, обязательно в аквариуме разместите пещеры, коряги, камни и различные плавающие аквариумные растения. Чем больше будет укрытий, тем лучше. Помните о том, что цихлиды бриллиантовые часто выставляют на показ свою агрессию и нетерпимость по отношению к другим рыбкам и даже к рыбкам своего вида. Однако, легко уживаются с рыбками другого вида, если они гораздо больших размеров. Такая агрессия в целом из-за того, что они охраняют свою территорию, они просто жаждут покусать или сесть кого-то. В целом же агрессия этих рыб относительная. Зачастую эти рыбки держат с рыбками меньших размеров и достаточно удачно. Что уж тут добавить, у каждой рыбки свой индивидуальный характер. Очень важно соблюдать приемлемые для этих рыб параметры воды. Конечно, температурный режим подразумевает под собой обогреватель в аквариуме, с помощью которого и будет поддерживаться данная температура. Обязательно в аквариуме хорошая аэрация и мощная фильтрация. На фильтрацию хочется обратить особое внимание. Начну с того, что лучшим вариантом будет внешний фильтр. Дело в том, что бриллиантовых цихлид достаточно часто и много ходит в туалет. Это связано с пищеварением рыбки. Помимо фильтрации, уход за этими рыбками подразумевает еженедельную подмену воды примерно на 30%. В кормлении не особо переборчивое. Можно сказать, всеядное. Но не стоит забывать о том, что чем более сбалансированный будет корм, тем дольше проживет рыбка. А при хорошем кормлении и правильном содержании цихлозома бриллиантовая с легкостью доживет до 15 лет. Кормление не должно быть однообразным. В рацион питания должны входить сухие корма, живые и растительные. Половая зрелость производительная наступает в 10-15 месяцев. Определить пол просто. Самцы гораздо крупнее и ярче по окрасу. Обладают вытянутыми длинными плавниками, как верхним, так и анальным. У самок плавники округлые. У взрослых самцов лоб выпуклый в виде бугура. Нерест рыб может происходить как в общем аквариуме, так и в отдельном нерестовике. Объемом от 80 литров. В котором должны быть большие камни, керамические горшки или что-то подобное в качестве поверхности для кладки икры. Для разведения рыб необходима вода с повышенной температурой, около 28 градусов. Иногда для самцов свойственно поедание икры. В таком случае самца отсаживают или переносят в субстракт с икринками в специально приготовленный инкубатор. Примерно через 5 дней появляются личинки. Как правило родители помещают свое потомство в специально вырытые ямки в грунте и яростно охраняют их от других рыб. Для того, чтобы поднять потомство, необходимо их подкармливать с помощью живой пыли, нематодами и наупрямими циклопа. На этом видео подошло к концу. Если вам понравилось это видео, поделитесь им со своими знакомыми аквариумистами. Ставьте палец вверх. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok